Система местного самоуправления в стране работает отлично. В этом уверен президент муниципальной академии Алексей Шапошников. По его словам, это заслуга тех, кто честно трудится в муниципалитетах и поселениях. Признание их вклада в развитие страны – заслуженные награды. Среди победителей есть и жительница 33-го региона. Глава второвского сельского поселения Надежда Игонина стала лучшим муниципальным служащим. К награде она относится с уважением, хоть и не считает, что сделала что-то особенное. А люди идут со всем. Идут с бедами, идут с радостью. В главе сельского поселения люди идут со всеми вопросами. Вот отсюда и силы. Безумно интересная работа. Очень тяжелая, но безумно интересная. Я иногда даже сама себе завидую от того, как ее многое. По мнению президента Академии Алексея Шапошникова, система муниципального управления позволяет успешно решать актуальные для населения задачи. Местное самоуправление должно быть комфортным и удобным для жителей. Основная задача местного самоуправления, как мы говорим в Москве, это вопросы районного быта. Вопросы районного быта – это, по сути, комфортная жизнь любого россиянина. Площадка обсуждения проблем и перспектив развития местного самоуправления Москва стала не случайна. За последний год здесь было принято несколько законов по заявленной тематике. Владимирская область тоже не исключение. Говоря о будущем местного самоуправления, председатель законодательного собрания Владимир Киселев определил важные направления для работы. Сделать так, чтобы действительно в каждом городе и районе наши граждане занимались поистине самоуправлением. Чтобы самоуправление граждан приносило пользу каждому жителю того или иного населенного пункта. Пока у нас такого, к сожалению, нет. Мы работаем сегодня над этим направлением и вместе с губернатором области Светланы Юрьевны-Орловой, вместе с руководителями органов местного самоуправления. Очень важно, чтобы и жители проявляли свою инициативу. Предложения и инициативы граждан могут поступать самыми разными путями. Напрямую в органы местной власти, через депутатов законодательного собрания или на горячую линию областного парламента. Главное, отметил спикер, чтобы они были содержательными, направленными на повышение эффективности работы властей на местах.